Циничная провокация, если сказать несколько слов, кто ее сформировал. Я не побоюсь этого высказывания. Находясь под сегодня арестом, я не представляю, как начальник Свердловской железной дороги, никому никакой угрозы. Учитывая, что значимость этого дела и возможность моего влияния на эти вопросы была в течение трех месяцев. Просто парадоксально. Как я могу сегодня давить на следователя, если есть целая система контроля? Товарищ Савранин, Акулов и Широков, возглавляющий компанию ОМО «Стройтикс», являются заявителями в этом громком деле. И совершенно очевидно, это три судимых человека. Савранин, судим за убийство, отбывал в колонии 7 лет. Я основные принципы назову. Почему факт возник в 2018 году, а прецедент состоялся в 2015? Потому что были сделаны жесткие мной выводы кадровые изменения в текущем году. И «Стройтикс» лишился извращенной финансовой устойчивости. Поэтому является неоспоримым доказательством того, что устойчивости у него сегодня нет. Я заключал договор с ООО «Премиум», а не как и с товарищем Савранином, который показывает, что он сделал оплату 5-6 тысячи тами, о которых еще нужно далеко и сильно задуматься. Следующее. Отношение моего покровительства, он заявляет. Какое может быть мое покровительство «Стройтикс» у ООО, если я с товарищем Савранин лично не знаком, а он с компанией «Российские железные дороги» прямых договоров подрядных строительных никаких не имеет. Он выступает только на третьих, на четвертых ролях. Суб-суб-суб подрядчиком. Поэтому отношений у нас с ним никаких не было и быть не может. Все эти аргументы говорят о несостоятельности и противоречивости предъявленных мой адрес обвинений и четкий злой умысел, дискредитация о заключении под стражей по данному обвинению, слабость и необоснованность расследований. Ни одно мое заявление, которое было написано, не принято во внимание. Ни мои платежные поручения, которые я оплатил в виде, запишите все, в виде 650 тысяч в 2017-2018 году нигде не фигурируют. Это говорит о многом, что сформированная провокация в 2015 году носила системный характер, дабы дискредитировать меня в любой год. Почему в 2018? Кадровые изменения и выбитая почва из-под ног. Почему не 2019? Возможно, если бы этот случай был 2019. В 2020 можно было ждать и 2020. Любое удобное время для создания и формирования этой платформы против меня. Я вот вам все сказал и считаю, что правота сегодня и предметное расследование до конца, она покажет свою справедливость. А заключение меня подслужено на два месяца. Это, знаете, совершенно необоснованно. Никому я не угрожал и угрожать не могу. Вопреки тому, что прокурор просил домашний арест, защита просила определить залог. Как вы считаете, сидя под домашним арестом дома, вот в таких условиях, как можно угрозать любому из вас и говорить, что вы будете делать то, что я вам скажу или что я вам укажу? 650 тысяч, это что за деньги? Это деньги, которые указаны в обвинении. А зачем они, для чего они? Что это за хватит? Мы не будем сейчас подробностей. Сколько вам всего вменяют? Выходим, выходим. Выходим, что не вменяется. Выходим. Это и есть сумма? Я, 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 да, это вы меня. 725 тысяч, которые оплатил товарищ Совранин, используя свое положение и свои внешние и внутренние отношения с фирмами, которые окружают него. Выходим, выходим. Вот это вся сумма. Вы думаете, я не в состоянии сам заплатить эту сумму? 750 тысяч и просил бы людей с такой репутацией сделать это за меня? Парадокс. И это просто абсурд. Вот я вам официально заявляю свою позицию. А руководство, что здесь к этому кажется? 650 тысяч рублей? Рублей, конечно, а вы думали. Рублей. Рублей. 650 тысяч рублей. Цена провокации.